Мне кажется, это самое подходящее урожение к этому репортажу. Давайте небольшой атриот посмотрим. Саламу алейкум, братья, русский вернулся в ислам. Стоит ли делать хиджру в чеченское село? В России фитна для мусульман, а в чеченской республике соблюдают ведь? Тумсо, многие войну в Украине и Чечне называют как русско-украинское, русско-чеченское, русские оккупанты и так далее, как будто в российской армии и политической верхушке одни русские. Поддерживаешь такие высказывания? И да, и нет. Я, наверное, раскрою. Надо понимать, что во многих языках этого мира нет, как в русском, двух слов. Русский и российский не существует. Поэтому, когда, например, в английском языке говорят Russian Army, это можно перевести и как российская армия, и как русская армия. И более, наверное, близкие, по смыслу будет, наверное, ближе российская, но по факту русская армия, если мы будем просто лингвистический перевод делать. Поэтому здесь нужно этот момент учитывать. И нужно учитывать, что многие, и среди нас это встречается, среди чеченцев. Например, у Дудаева есть много высказываний, где он говорит именно про русских. Но мы понимаем, что он здесь подразумевает не именно этнос, что так вот русский, ты, значит, плохой, так, а ты кто у нас? Бурят, ты хороший, отойди. Такого нет. Это надо понимать, что из контекста понимается, что человек имеет в виду. И поэтому вот здесь вот все под одну гребенку грести не нужно. Если кто-то сказал русский, а, значит, он все там, вот именно русских ненавидит, у него какие-то националистические, не, не. Просто он мог употребить вот это слово вместо российский, но под этим словом подразумевал он не только именно русских солдат, именно этнических русских. Он подразумевает российскую армию, любого российского солдата, в том числе и сегодняшних кадыровцев, которые, наверное, еще больше сегодня относятся к русской армии, чем сами, чем многие, например, русские люди. Есть среди русского этноса, есть очень хорошие люди, с которыми есть взаимоотношения, они очень много помогали и помогают. И вот, например, для меня Кадыров или любой Кадыровец, воюющий сегодня в этой российской армии, это гораздо больший представитель русского мира, чем, допустим, эти перечисленные ранние люди. Кстати говоря, недавно вышел репортаж на ЧГТРК, где они прощались с одним из убитых в Украине сотрудником этого полка Ахмат. И это такой кринж, сейчас есть такое выражение в интернете, говорят кринж, мне кажется, это самое подходящее выражение к этому репортажу. Давайте небольшой атриот посмотрим. Увековечить память погибшего сотрудника 141-го специального моторизованного полка имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова, Хизира Чупалаева, собралось немало людей. Это старейшина села, родственники и сослужил с собой. Да, нам, что он хилма есть здесь, я тебе. Это прямо похоронная процессия, которую вы заслуживаете. Машалла, я так радовался, когда это смотрел. Когда вот эти маски потихоньку спадают. Это очень приятно. Я надеюсь, вы в конце-то концов придете к тому, что вы и хоронить этих своих погибших будете не на наших кладбищах, не на мусульманских кладбищах в Чечне. Какое-нибудь отдельное, создайте себе там Кадыровское кладбище. И туда всех своих представителей кадыровских. Вот с этим гимном, с барабанами, оркестр, пушками можно стрелять. Провожайте их там в последний путь. Ставьте им эту плиту надгробную с фотографией, со звездами. Короче, делайте все, что хотите. Но мне нравится, я рад тому, в каком направлении вы двигаетесь. Вот это, по-моему, первый раз мы видим, чтобы на похоронах кадыровца играл гимн России. Чтобы там был оркестр с этими дудками. И они исполняли гимн. Надеюсь, что следующий ход будет именно такой. Вы возьмете гроб под этот оркестр, под эти дудки. Я даже знаю место, где вы можете организовать это кладбище для всех представителей кадыровцев. Над Улускертом, там, где вы поставили вот этот крест псковским десантникам. Отличное место, я считаю. Прямо перед этим крестом можно организовать кладбище. Или сделать так, что вот будет крест, и за ним будет вход. Или можно посередине кладбища, чтобы стоял крест. А вы будете вокруг, значит, хранить своих представителей. Под этот оркестр, под... Что там у вас еще бывает? Барабаны, такие все разукрашенные. Это будет выглядеть классно. Очень эффектно. Я надеюсь, что вы будете нас все чаще и чаще радовать такими роликами. Очень на это надеюсь. Мне понравилось. Респект! ЧГТРК, Кадыров, Иудов, Салах, Межиев. Вы все меня очень сильно порадовали. Но это же не смешно. Даже очень страшно. Говорят, нет, ты ошибаешься, Муслима Султанова. Это очень смешно. Это действительно смешно. Если это не смешно, то я не знаю, что в этом мире еще будет смешно. Бывший Гурон. Ас-саляму алейкум. Смешно и печально одновременно. Алейкум ас-саляму алейкум. Соглашусь. Хотя, мне почему-то не печально, если ты про похороны. Прямо, мне кажется, вот так и должны выглядеть кадыровские похороны. Так их должны хоронить. Ну, это просто идеально. Ас-саляму алейкум, брат, я русский и вернулся в ислам. Стоит ли делать хиджру в Чеченское село? В России фитна для мусульман, а в Чеченской республике соблюдают. Ведь, алейкум ас-саляму, я бы не рекомендовал никому переезжать в Чечню, сегодняшнюю Чечню кадыровскую. На мой взгляд, наоборот, где-нибудь там в России, в глубинке, гораздо, мне кажется, проще будет соблюдать свою религию. Если же хочется, чтобы это была атмосфера, где есть мечети, джума и так далее, я понимаю это желание. Я бы максимально просматривал возможность переехать в какую-то исламскую страну, будь то арабские страны или Турция. Если нет такой возможности, то если только в рамках России нужно смотреть, то есть и другие какие-то, и республики, и регионы в России. Тот же Татарстан, те же республики Кавказа, где ситуация получше, чем у нас в Чечне. Потому что вот эта внешняя картинка, там построенные мечети, все такие бородатые, за этим скрывается очень много репрессий. Там за убеждения людей убивают, вы должны это понимать. И ты не сегодня, но завтра ты столкнешься с этим. Поэтому, конечно, нет, туда я бы не рекомендовал никому ехать. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»